Молодежная политика Своей целью ставит развитие молодежи в разных областях, увеличение потенциала данной категории граждан и предоставление им возможности для самореализации. И таким образом у молодежной политики есть свои направления. Если до этого их было 15, то в декабре 2020 года был принят новый федеральный закон о молодежной политике в Российской Федерации. И теперь у нас 21 направление. И, конечно же, основным направлением остается патриотическое воспитание. Ориентация на любовь к родине – это одна из ключевых задач государства. И поэтому нет, наверное, ничего удивительного, что именно это направление, патриотическое воспитание, принадлежит к основным направлениям нашей работы. И вот в рамках акции «Гордимся, помним, чтим» продолжается у нас работа по благоустройству памятных мест, мест воинского захоронения, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории нашего города и района. Также намечен план работы по уборке памятников, захоронений, которые нуждаются в уходе. И такая же работа по благоустройству памятных мест ведется и в сельских поселениях. Данная работа проводится в рамках проекта, который реализуется на территории Иноульского района. Проект называется «Никто не забыт». Выявляются и приводятся в надлежащий вид заброшенные захоронения участников Великой Отечественной войны, которые остались по тем или иным причинам без должного ухода. Это возможно в связи с отсутствием родственников, потомков. Также в рамках данного направления проводятся такие мероприятия, как авто- и мотопробеги, посвященные таким дням, как День России, День Российского флага, акции Триколор, Георгиевская ленточка, Голубь мира. И нужно отметить, что за значительный вклад в сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны наше учреждение молодежной политики «Наш дворец молодежи» был награжден благодарностью Дирекции Года памяти и славы в 2020 году. Также одним из основных направлений нашей деятельности является волонтерство. Очень активно данная работа велась в период первой волны пандемии, когда наши волонтеры помогали жителям по доставке продуктов. Данная работа не прекращается, она продолжается до сих пор. И буквально волонтеры наши всегда в работе. Буквально недавно, в мае месяце, волонтеры помогали жителям по информированию и сбору информации по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках проекта формирования комфортной городской среды. И также наши волонтеры являются активными участниками практически всех мероприятий, которые проводятся в городе и районе. И также по благоустройству в том числе. Вот такие акции, как «Умау», «Зеленая башкирия», «Чистая среда», они никогда не проходят мимо нас, мы всегда активно принимаем участие. Наши волонтеры движения РОМДД вместе и сотрудники Дворца молодежи помогали в организации проведения ночи музеев в нашем районе, при проведении диктанта победы. На бал выпускников в мае месяце были организованы интерактивные площадки, где наши выпускники, родители могли соревноваться в ловкости, в внимательности, получить мастер-классы по вальсу от нашего хореографа, нарисовать на мольбертах свое будущее. И буквально недавно у нас прошла фольклориада, где также наши волонтеры были активными организаторами. И также надо отметить, что в последний год волонтеры становятся активными участниками спортивных мероприятий. Не просто участниками, а именно соорганизаторами этих мероприятий, отчего эти соревнования становятся ярче, более привлекательнее для жителей, что очень радует. Основной костяк волонтеров, именно взрослых волонтеров, не детей, а именно это работающая молодежь, он сформирован. Это действительно команда, сильная команда, которая всегда рядом с нами, всегда готова помочь. И в такие моменты действительно мы чувствуем то, что мы можем еще больше. Несмотря на то, что костяк волонтеров, он сформирован, волонтеров нашего штаба сформирован, тем не менее мы всегда рады новым лицам. Чем у нас больше, тем больше наши возможности. Поэтому приглашаем в наши ряды всех желающих. Вы можете обратиться во дворец молодежи непосредственно к нам в отдел и стать участниками наших мероприятий. Также наши волонтеры при проведении районных мероприятий проводят контроль, соблюдение жителями всех антиковидных мер. Это и масочный режим, и температурный режим, когда мероприятия проводятся в здании. Наши волонтеры являются не только организаторами, но и помощниками при соблюдении всех антиковидных мер. Не все ограничения сняты. Некоторые сняты, некоторые вновь вводятся. Допустим, по нашим кинотеатрам, музеям с 22 июня новые ограничения были введены. Теперь у нас жители могут посещать данные учреждения только при наличии справки либо сертификата. Причем можно даже быть привитым только первым компонентом. А вот это ограничение коснулось нашего кинотеатра, в том числе нефтяник. И в связи с чем есть неудобства для нас, так как сократилось количество посетителей. Так же и для жителей. При этом все необходимые меры по нераспространению COVID-19 в наших учреждениях молодежной политики и спорта проводятся. Более 50% сотрудников на сегодняшний день в наших учреждениях вакцинированы. Что касается спортивной жизни района, как активно она развивается в настоящее время? Отрадно, что мы замечаем такую тенденцию, что молодежь и спорт, они неделимы. И на дне города и молодежи, рабочие молодежи, юными нашими спортсменами секции, тренерами, волонтерами, юнормейцами был подготовлен спортивно-молодежный флешмоб, который в полной мере, наверное, показал нашу деятельность. Очень яркий флешмоб. И очень радует тот факт, что молодых людей, которые находят в своем плотном рабочем графике, по вечерам время для занятий спортом, их становится больше. Это мы наблюдаем и на территории физкультурно-оздоровительного комплекса, новой велороллерной площадки, на территории дворца молодежи. И радует тот факт, что среди них есть молодые люди, которые сами уже разрабатывают проекты по привлечению жителей к здоровому образу жизни и увеличению доли жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом. И такими у нас является наша молодая семья, семья Юсуповых, которые реализуют проект «Спортивный город Инаулы». Данный проект развивается у нас активно с октября 2020 года и очень востребован жителями. У них уже сформированы группы. И вот буквально на прошлой неделе в Чеченской республике прошел первый фестиваль спортивно-туристический под названием Open Чечня 2021, в рамках которой молодые люди, любой молодой человек мог подать заявку и претендовать на грантовую поддержку от Росмолодежи. Нашу республику Башкирию как раз представлял Юсупов Ильдар. Он является тренером физкультурно-здоровительного комплекса, автором совместно с супругой проекта «Спортивный город Инаул». И именно здесь он защитил свой проект и получил грантовую поддержку от Росмолодежи в сумме 300 тысяч, которые пойдут в дальнейшем на реализацию этого проекта, на пополнение материальной базы. В связи с чем, я думаю, что у нас еще увеличится количество участников. В рамках реализации регионального проекта «Спорт, нормы жизни» национального проекта «Демография» у нас есть основной показатель. Это доля жителей от 3 до 79 лет, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. И за 2020 год данный показатель у нас составил 48,6%, по республике средний показатель 47,8%. И отрадно, что на территории Инаульского района у нас появляются новые площадки спортивные, новое оборудование. В частности, на территории плавательного бассейна у нас открыта площадка ГТО, которая включает в себя 27 наименований различных тренажеров. Это и кардио, и силовые, предназначенные для подготовки к успешной сдаче норм ГТО и для поддержания себя в хорошей физической форме. И также мы наблюдаем, что она пользуется спросом. Она никогда не пустует, там всегда есть посетители, причем разных возрастов. Также отрадно, что в декабре 2020 года мы получили современное мобильное оборудование для приема сдачи норм ГТО. Благодаря чему у нас расширились возможности для проведения выездных мероприятий именно в сельских поселениях. Во втором квартале, как раз 2021 года, у нас стартовал фестиваль ГТО под символичным названием «ГТО шагает по Инаульскому району». И наш центр муниципального тестирования начал выезжать именно в сельские поселения для того, чтобы привлечь жителей к сдаче норм ГТО. Вместе с ними также выезжал коллектив и Дворца молодежи, то есть ставили концерты, тут же принимали нормы ГТО. И в фестивале на сегодняшний день приняли участие у нас 12 сельских поселений Инаульского района. Сдали нормы ГТО более 500 человек. И здесь хочется поблагодарить глав сельских поселений, которые отзываются на наши предложения по проведению спортивных мероприятий именно на их территориях, с нами сотрудничают и понимают важность вовлечения жителей в занятия физической культурой. Ведь посвятив один день спорту, ты понимаешь, что спорт и здоровый образ жизни — это здорово. И там, где есть спорт, нет места пагубным привычкам. Учитывая, что ГТО приходит сдавать целыми семьями, можно сказать, что ГТО объединяет и семьи. К примеру, в Иединском сельском поселении к движению ГТО подтянулась, это у нас модное слово, подтянулась вся семья Шайдулиных. Они всегда активно принимали и до этого участие в спортивных мероприятиях. И яркий пример для своих детей, внуков, показал Шайдулин Назип Лемизович. Он в возрасте 57 лет, в отличной физической форме и с легкостью выполнил все нормативы и сдал на знак отличия. Также дочь Назипа Лязимовича, Алия Назиповна, уже стала обладательницей золотого знака отличия ГТО. Поэтому такие факты они всегда радуют. Также в 2020 году у нас была объявлена спортыкиадан среди сельских поселений сезона 2020-2021. Подведены ее результаты. И победителями в рейтинге у нас становятся Сындугачевский, Староваряжский и Новортаульский сельские поселения, соответственно, первое, второе и третье места, которые привлекли своих жителей на абсолютно все спортивные мероприятия, соревнования. Это легкоатлетические кроссы, мужские и женские фестивали, лыжня России, также сдача норм ГТО. Также активными спортивными сельскими поселениями можно назвать истякские, 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 истякутовские, и воединские сельские поселения. Они также принимали участие во всех мероприятиях. Просто немножко не хватило баллов до результата. Я думаю, что в следующем нашем спортивном сезоне они будут более активными. Ведь занятия спорта и физическая культура они сплачивают коллективы, ведут к здоровому образу жизни. И если после проведенного мероприятия, спортивного нашего мероприятия, хоть один или два человека поймут важность таких занятий и придут к здоровому образу жизни, к занятиям, физической культуре, тем самым к долголетию, это и будет, наверное, самый главный результат нашей совместной работы. Насколько активно Юна Ульца участвует задача ГТО? Только за второй квартал 2021 года прошло более 10 мероприятий, направленных на реализацию ФВСК ГТО. И прошли фестивали среди обучающихся, это летний фестиваль, фестиваль среди семейных команд, фестивали многоборий среди допризывной молодежи, фестивали среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений, я начинаю с ГТО. И также ГТО у нас давали участники проекта «Здоровое поколение. Сильный регион». Это 10 образовательных учреждений. И также надо сказать, что ежегодно в нашем районе проходит смотр-конкурс на лучшую организацию работы по внедрению ГТО среди образовательных учреждений района. И уже вот только во втором квартале у нас малыши, дошкольники, более 100 человек, приняли, из которых 77 уже получат знак. То есть они уже все нормативы абсолютно сдали. Вот есть небольшое пожелание. Когда приходят, начинают сдавать, бывает так, что либо погодные условия, дождь пошел, невозможно сдать бег, допустим, нужно обязательно прийти и доздать эти нормативы для того, чтобы потом получить знак. Почему? Потому что в конце календарного года, это в декабре, все результаты, если они не дозданы, они аннулируются. То есть на следующий год придется сдавать по-новой, чтобы получить знак. И также надо сказать, что то, что работа ведется активно, видно по нашим результатам. По итогу 2020 года наш район в рейтинге среди всех муниципальных районов, это 63 района, занял почетное третье место. Если учесть, что в 2018 году мы еще были на 28 месте, это очень хороший результат. Но, как известно, добиваться результата, оно всегда легче, чем теперь сохранить этот результат. То есть нам нужно работать еще намного больше для того, чтобы удержать эту позицию, а может быть даже улучшить ее. И даже если смотреть по знакам отличия, которые получены жителями нашего района, вот в 2018 году, допустим, их было 155 только знаков на всех жителей, в 2019 году их стало 566, мы тогда вышли на 11 место, а в 2020 году уже 937. В этом году, я думаю, что мы еще постараемся улучшить свой результат. Также хочется напомнить, что выпускникам школ знак отличия ГТО, он при поступлении в высшее учебное заведение дает дополнительные баллы от 2 до 10 баллов, причем теперь не только золотой знак дает, но и серебряные, и бронзовые знаки. Но для того, чтобы получить знак отличия, то есть уже на руки получить этот знак, нужно хотя бы в сентябре в 11 классе зарегистрироваться на сайте ГТО, сдать нормативы для того, чтобы успеть получить к моменту поступления данный знак. Из года в год у наших жителей становится больше возможностей для занятий физической культурой и спортом. Может быть, и вот этот факт ведет к тому, что у нас увеличивается количество желающих сдать нормативы ГТО. И согласитесь, современным детям очень повезло. Если, допустим, в нашем детстве наличие турника на территории двора, это было уже большим счастьем, там все по очереди на нем подтягивались, то сейчас на территории Наульского района действительно есть и игровые площадки, спортивные площадки. То есть при желании все это можно заниматься. Единственное, нужен личный пример родителей, наверное, чтобы дети все больше и больше входили в спорт, достигали результатов в спортивной жизни. Потому что человек, который достигает, который в спорте и достигает результата в спорте, он уже очень организованный, целеустремленный и в жизни многого добьется. Воспитанники наших секций, наши тренера, они активно принимают участие в соревнованиях. Я не буду сейчас называть соревнования, которые на муниципальном уровне. Назову только победы наши, которые в рамках календарного плана, нашего республиканского календарного плана проходили. Так вот, допустим, 1 мая в городе Уфе у нас прошел фестиваль по чирспорту, посвященный Дню Победы 2021 года. Данные соревнования были проведены Федерацией чирспорта. Здесь участвовало более 50 команд из разных городов. Это и Уфа, Сиба, и Нефтекамск, и Белорецк. И наши ребята также представили наш район на этих соревнованиях. Каждая команда участвовала в своей дисциплине. Это чирлинг-группа, чир-фристайл, чир-джаз. И в своей возрастной категории заняли все призовые первые, вторые, третьи места. В конце мая в селе Кушнаренко в Республике Башкортостан состоялся Кубок Республики Башкортостан по волейболу. Здесь наша команда юношей 2009-2010 года, секции волейбол, под руководством тренера Ларисы Кадыровой. Они стали бронзовыми призерами данного соревнования. И также лучшим защитником команды признан у нас Ардуганов Никита, также воспитанник секции. В апреле месяце в городе Чебоксары прошло первенство России среди ветеранов по гиревому спорту. В нем приняли участие около 150 атлетов из 35 регионов. И здесь активное участие принял наш тренер по гиревому спорту Давлет Шенназим Салимьянович. И в очередной раз он вернулся домой с победой и стал шестикратным победителем первенства России среди ветеранов в своем весе и своей возрастной категории. В марте месяце в Уфе состоялся Республиканский фестиваль по народным и национальным видам спорта. Здесь также сборная команда по силовым видам спорта приняли в фестивале активное участие и тоже стали бронзовыми победителями. В сельских спортивных играх по волейболу наши девушки еще раз подтвердили свое чемпионство. Проходило оно в городе Стерлитамак. Этот спортивный год он еще не закончен. Я думаю, что результаты у нас еще будут. Мы на это надеемся. Главное, чтобы пандемия осталась позади и не влияла на работу наших учреждений, наших секций и на подготовку наших воспитанников. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечал начальник отдела социальной и молодежной политики и спорта Альбина Саляхова. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Рыцаря Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. Поражение Рыцаря Тевтонского ордена было полным. Орден от него уже не смог оправиться. Субтитры предоставил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Пап, а там звери живут? Они сгорят? Давай спасем их. Совершает подвиг не только тот, кто тушит. Останови огонь в вызове пожарных. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Хорошо. Мам, я одет. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok